Всем привет! Audi A4 второго поколения – это близкий родственник автомобилей Volkswagen Passat B5 и Audi A6 в кузове C5. Эта машина производилась с 2001 по 2005 год, а затем просто превратилась в Audi A4 третьего поколения. Фактически B7 – это глубокий рестайлинг данной модели. Audi A4 B6 производилась в кузове седан, универсал. Позже появился кабриолет. Также платформа этого автомобиля перешла к автомобилю Seat Exeo. Это формально испанский и большой седан, который выпускался вплоть до 2013 года. Эти машины часто встречаются на дорогах и в продаже. Выглядят неплохо, потому что в целом считаются живучими. В отличие от многих конкурентов, Audi A4 привлекает полным приводом. Именно фирменной системой полного привода Quattro многие эти машины оснащены. Давайте рассмотрим болячки Audi A4 B6 и давайте искать причины ее долголетия. Кузов у Audi A4 второго поколения крепкий, отлично покрашен и хорошо защищен от коррозии. Естественно, все зависит от количества реагентов, которые попали на кузов зимой. Зависит еще от того, как вы ухаживали за кузовом, то есть от количества моек. В целом кузов Audi A4 B6 серьезно не ржавеет. В целом следует следить за состоянием колесных арок. Также не помешает заглянуть под пластиковые молдинги. Именно там могут обнаружиться оранжевые потеки. Также могут зацвести крылья вот здесь, вот вдоль бампера снизу. Днища, подрамники и стальные компоненты этих машин покрываются только поверхностным слоем коррозии. До дыр не доходит. Трапеция дворников через 15 лет эксплуатации может просто заклинить, потому что ее шарниры покрылись оксидным слоем и просто обросли грязью. О износе трапеции говорит значительный люфт ее тяг и вот такие прерывистые взмахивания дворников. В общем, оригинальная трапеция дворников стоит по оригиналу без моторчика 330 долларов. А вообще лучше хотя бы раз в пять лет снимать трапецию, чистить ее, смазывать, потому что в самый неподходящий момент вы можете остаться без дворников. Ну, например, под сильным ливнем на трассе. Да еще вдобавок, если дворники заклинят, моторчик трапеций может сгореть. Под лобовым стеклом Audi A4 B6 может собраться несколько литров воды, которая потопит аккумулятор и грозит попасть в салон и добраться до блока комфорта, который находится под сидением водителя. Так вот, чтобы этого не случилось, надо снять аккумулятор, почистить все в нише под ним, а также уделить внимание двум дренажным отверстиям. Вы их увидите по надетым на них маджетам. Такую же процедуру надо сделать с правой стороны, там, где установлен салонный фильтр. Не часто на Audi A4 появляются ошибки, указывающие на обрыв либо же короткое замыкание в одном из датчиков ABS. Замена датчика либо даже его проводки проблему не решают. Также могут появляться другие ошибки, например, по датчику поворота руля либо стрелка спидометра будет не подниматься. И почти всегда проблема в обрыве контактных проводов в самом блоке ABS. Эту проблему можно вылечить пайкой этих самых проводов. Если Audi A4 самопроизвольно отключает ESP при нажатии на тормоз, то это верный признак выхода из строя отключателя стоп-сигнала. Этот выключатель находится под рулевой колонкой и соединён с педалью тормоза. Просто в этом случае замените его на новый. Стоит 40 долларов. Практически на всех Audi A4 B6 пришлось решать проблему с отстрелом топливного пистолета при наполнении бака топливом. Дело в том, что пистолет срабатывает на пары бензина, которые стремятся навстречу поступаемому топливу. Если такая проблема есть, то будут слышны хлопки. Это коробит топливный бак. А всё из-за того, что пары топлива и, грубо говоря, воздух при изменении объёма топлива в нём не идут по нужному пути, а именно через угольный фильтр, который установлен на корпусе адсорбера. Адсорбер и угольный фильтр находятся на днище под багажником и закрыты отдельным люком, который крепится на трёх винтах. У Audi, пригнанных из США, либо для рынка США, отдельного угольного фильтра нет, просто адсорбер. В общем, в обоих случаях засоряются именно они – угольный фильтр и адсорбер. Все входы и выходы в адсорбер – это три его штуцера. Должны свободно продуваться в обоих направлениях. Если этого не происходит, значит его внутренние сетки, отделяющие ёмкости с углём наглухо забитые. Адсорбер продаётся в сборе за 330 долларов. В идеале поменять его целиком, чтобы забыть о проблеме лет на 15-20. Но есть совсем народное решение – распиливание бочонка с углём, чистка его наглухо забитых сеток, склеивание корпуса и всё вместе бочонок с адсорбером возвращаются на место. Точно так же надо поступать, то есть распиливать, чистить фильтры и склеивать корпус адсорбера тогда, когда у адсорбера нет бачка сбоку с углём. Кстати, в систему вентиляции и продувки бака на этих автомобилях входит ещё и диагностический насос. Он вместе с фильтром находится за локером в задней левой арке. Насос дует в адсорбер, чтобы убедиться в герметичности системы. По тонкой трубке из адсорбера под капот, точнее во впускной рукав позади воздушного фильтра уходят пары топлива. Путь для них туда открывает клапан N80. Он находится под капотом на трубке. Если в дверях перестали работать какие-либо электрокомпоненты, то, скорее всего, дело в оборванных проводах. Просто отодвиньте вот эти гофры в сторону дверей и увидите оборванные провода. Обычно это лечит наращиванием проводов. Это надёжное решение. Также могут обнаруживаться корродирующие контакты в электроразъёмах. Тогда придётся покупать новые контакты пины и надо их заменить. Если же перестала работать индикация открытой двери и не загорается свет в салоне, то тогда надо снимать замок соответствующей двери и менять там выносной концевой выключатель. Отдельно отметим, что дверные замки у Audi A4 B6 имеют сервоприводы с электромоторчиками и пары внутренних концевиков. Поэтому потеря контакта либо обрыв в жгуте проводов приводит к тому, что дверь может не открываться совсем. Для того, чтобы её оживить, можно попробовать пошевелить провода в жгуте. Но для этого надо мастерски снять пластик на пороге, а также на стойке при закрытой двери. Со временем на простеньких контактных платах в самих электрозамках образуются трещины и пропадает питание к моторчикам. Либо же изнашиваются щётки в коллекторах моторчиков. Если повезет, можно добиться кратковременного восстановления электрической цепи во время постукивания по двери в области замка. Если стеклоподъемники стали плохо реагировать на нажатие кнопок на водительской двери, то весь этот пульт надо снять и почистить контакты, потому что туда попадает пыль, грязь через эти кнопки. Трапеция стеклоподъемников у этих Audi далеко не вечная. Лет через 15 можно ждать обрыва тросика. Новая трапеция оригинальная стоит 190 долларов, заменители по 35 долларов. Также можно поискать трапецию на разборках. Обязательно позвоните в «АвтоСтронг-М». Audi – марка премиальная, а вот салон у Audi A4 второго поколения не блещет износостойкостью. Эксперимент «Софттач», а это покрытие для приятного прикосновения обернулся неудачей. Это покрытие слазило уже после трех-пяти лет эксплуатации. К чему это привело? К тому, что пластик на крутилках заполировался, слазил. Также кнопки управления климат-контроля светом, а также кнопки стеклоподъемников выглядят не ахти. Иногда их меняют на новые. Нити подогрева сидений со временем обрываются. Причем неповрежденная часть контура начинает греть в два раза сильнее, что приводит к прогоранию поролона. В общем, эта проблема лечится паяльником. Но перед этим надо полностью разобрать сидения. Иногда появляются проблемы с заслонками в системе вентиляции. А именно, шумят их сервоприводы, также потоки воздуха не регулируются, появляются ошибки по заслонкам. В общем, как правило, эта проблема заканчивается тем, что надо разобрать сервоприводы и почистить потенциометры. Почти на всех Audi A4 B6 сломалась правая петля крышки бардачка. Она отламывается из-за того, что со временем при закрытии заедает поршень микролифта крышки. Бардачок можно снять, снять крышку и микролифт. Микролифт нужно разобрать и почистить, смазать. А отломанную правую петлю можно присоединить крышки шурупами. Тут главное не присверливать их насквозь, пробив лицевую обивку крышки бардачка. Реже отламывается тяга от ручки открывания бардачка. Также в зоне риска есть кнопка на центральном подлокотнике, которая фиксирует его крышку. В ней обламываются усики. Эту кнопку можно заказать из Китая. Также из Китая можно заказать ремкомплект петель крышки подлокотника, которые тоже охотно ломаются. В холодных регионах случается проблема, когда на бортовом компьютере загорается индикатор красной масленки, либо индикатор тормозов, и стрелки на приборной панели падают. Двигатель может запускаться и сразу глохнуть. Также перестает работать магнитола и блок климат-контроля. А все это происходит из-за того, что в приборной панели собирается конденсат и коротить те контакты, которые коротить нельзя. Можно долго искать источник этой проблемы, но лучше достать приборную панель, отнести домой, тщательно ее просушить, и тогда работоспособность восстановится. А вообще это происходит из-за того, что конденсат собирается внутри приборной панели и коротит процессор NEC. Зато проблем с битыми пикселями на дисплеях бортового компьютера и на пульте климата нет. Иногда встречаются поломки в виде неработающей подсветки экрана между шкалами. В этом случае помогает чистка его контактов в недрах самой панели приборов, то есть ее придется снять и разобрать. Дисплей большой мультимедиа с навигацией тоже может потухнуть. Тогда придется менять или ремонтировать его шлейф. Ну а сейчас мы вам расскажем про бензиновые двигатели. Кстати, все двигатели, о которых мы будем сейчас говорить, мы разобрали и обозрели на нашем канале. В общем, все видео есть там. Начнем с самого маленького двигателя 1.6 MPI. Это простой и незамысловатый двигатель с 8-клапанной ГБЦ. Такие двигатели ставили на десятки моделей VAG в период с 1998 года по 2012. Просто балуйте его хорошим маслом и никаких проблем знать не будете. Но не забывайте менять ГРМ и его ролик каждые 90 тысяч километров. Единственный технологичный изыск этого двигателя – это механизм изменения длины впускного коллектора. Если перестанет работать его пневматический привод, грибок, то и без того овощной мотор вообще перестанет ехать. Более интересный Audi A4 с 1,8-литровыми турбочетверками. Это все тоже чугунное семейство EA113. У них интересная ГБЦ по 5 клапанов на цилиндр, больше таких не делали. То есть это, по сути, первые массовые турбочетверки от VAG. Они доказали свою живучесть и долговечность. У них впечатляющий потенциал для тюнинга, потому что блоки цилиндров и поршневая группа выдерживают нешуточный наддув. Чем могут надоеть и беспокоить эти моторы? Так это рассыханием трубок системы вентиляции картера. Все они проложены над ГБЦ и под впускным коллектором. Там более 11 различных трубочек и регулирующий клапан-блидер. Если этот 20-клапанный мотор перестал тянуть из-за подсоса воздуха, то стоит один раз заняться обновлением всей системы ВКГ. Стоит потратиться на новые трубки, которые лучше всего заказать заранее, так как некоторые позиции могут быть доставлены только под заказ. До кучи еще придется поменять патрубок, который идет от воздушного фильтра ко впуску, если он лопнет или обломается один из его штуцеров. Плюс в этот патрубок еще входит трубка с системой вентиляции бака. В общем, такие вложения по замене трубочек и патрубков нужны этой машине раз в 10-15 лет. Грохот на холодную в любых 20-клапанных турбированных четверках говорит об износе цепи, которой связаны распредвалы. Ее и натяжитель, который также выполняет роль фазовращателя, и другие детали нужно менять каждые 200 тысяч километров. В целом, здоровье этого мотора зависит от качественного масла, то есть от качества масла и от качества ремня ГРМ. Все остальные подробности про этот мотор обязательно посмотрите на нашем канале. Если турбированные четверки объемом 1,8 вообще не склонны к жору масла, то созданный на их основе двухлитровый атмосферник с индексом ALT начал пожирать масло с конвейера. У него крайне неудачные поршневые кольца. Мы, кстати, разобрали этот мотор и рассказали, как вылечить этот двигатель от масложора. Обязательно посмотрите наш обзор. Некоторые владельцы заливают масло погуще. Это сокращает расход масла и примерно доливают 1,5 литра между заменами. Audi A4 второго поколения оснащалась еще одним атмосферником. Впервые с непосредственным впрыском. В его основе блок цилиндров семейства EA113. Этот двигатель выпускался всего 1,5 года до 2004 года. На удивление, живуч. Топливная система у него надежная, но дорогая. Одна форсунка стоит 550 долларов. ТНВД новый – 1400 долларов. Но можно поискать форсунки на разборках. Они примерно от 40 до 70 долларов. Обязательно позвоните в «АвтоСтронг». Также этот двигатель масло не жрет, а система ВКГ у него попроще. И да, при больших пробегах назревает необходимость снять впускной коллектор. У него есть также механизм изменения его длины, чтобы добраться до впускных клапанов и почистить его от масляного налета и нагара. Естественно, Audi A4 оснащался V-образными шестерками. Мотор объемом 2,4 мы разбирали на нашем канале и подробно о нем рассказали. Это действительно классный мотор без каких-либо врожденных недостатков. Но не стоит к нему относиться как к чему-то простому и дешевому. Например, для замены ремня ГРМ надо разбирать всю морду, потому что между радиаторами и двигателем ну совсем мало места. Этот мотор не пожирает масло и в целом не имеет проблем с ресурсом цилиндропоршневой группы. Но он ненавидит перегрев. У него мудреная система вентиляции картерных газов, которая требует внимания раз в 10 лет. И есть грешок у этого мотора – это течи масла, которые решаются с заменой прокладок. А вот трехлитровый V6 под капотами Audi A4 второго поколения – это уже двигатель с алюминиевым блоком цилиндров, хотя и с чугунными гильзами. Противоречивый мотор, который в годы своей молодости огорчал владельцев Audi трещинами блоки цилиндров. Но, тем не менее, на сегодняшний день многие владельцы и поклонники Audi этот мотор не боятся и уважают. Этот мотор не терпит дешевого обслуживания, экономии и игнорирования элементарных проблем, видите, чей масло. У него четыре фазовращателя. А чтобы поменять ремень ГРМ, надо тоже разбирать весь передок. В общем, мы разобрали на нашем канале два V6 и рассказали, что надо делать, чтобы беспроблемно эксплуатировать эти моторы долгие годы. В своем втором поколении Audi A4 доросла до бензина V8 на минуточку. Мотор с индексом BBK является единственным в моторной гамме с цепным приводом ГРМ. Там три цепи плюс одноцепный маслонасос. И находится это все со стороны маховика. Опять же, никаких врожденных проблем у этого двигателя нет. Но для серьезного обслуживания, в том числе для того, чтобы его вылечить от течей масла, надо вывешивать мотор. Этот двигатель выдает 334 лошадиные силы. Но фанаты Audi почему-то предпочитают раздувать 1,8-литровые четверки. А почему предпочитают? Потому что так получается экономичнее, дешевле в эксплуатации и азартнее в управляемости. Ну а сейчас поговорим о дизельных двигателях для этой Audi. Их всего два. И ни в одном нету топливной системы Common Rail. Итак, двигатель 1.9 TDI – это агрегат с насос-форсунками. Старый, добротный двигатель, надежный. До сих пор они бегают без каких-либо проблем, хотя и выпущены 20 лет назад. Ремонт этих двигателей – хорошо изученная тема. Но надо обязательно лить туда хорошее масло с определенным volkswagen допуском. Иначе лишитесь кулачков распредвалов. Также эти двигатели могут огорчить тем, что раздолбают насос форсунками гнезда ГБЦ. Но эта проблема решается ремонтными втулками. Да, дорого, зато надежно. Ну а в остальном посмотрите наш огромный обзор на этот двигатель. Там мы рассказали о нем буквально все. Второй вариант дизеля для Audi A4 второго поколения – это V6 объемом 2.5 литра. До 2010 года эти двигатели безнадежно кромсали распредвалы, но затем с этим научились бороться. А причина в чем? Причина в сорте масла. Топливная система с ТНВД VP44 ремонтируется. Еще оба двигателя, что четырехцилиндровый дизельный, что шестицилиндровый, оборудованы ременным приводом ГРМ. Ремни надо менять каждые 90 тысяч километров. Классические автоматы от ZF достались Audi A4 только в полноприводных версиях. Это в основном пятиступенчатые АКПП, а шестиступенчатая АКПП досталась моделям с V8. Это ресурсные, хорошие, надежные трансмиссии. Стоит в них менять масло каждые 60 тысяч километров. Также надо поменять еще фильтр и прокладку поддона. Их износ и старение выражается в пинках и ударах при смене режимов и смене передач. Еще раз повторим, если избегать агрессивной езды и обслуживать эту трансмиссию вовремя, то тогда вы не будете знать с ними проблем много тысяч километров и также капиталятся они недорого. Все полноприводные Audi A4 B6 оснащались вариаторами фирменными. Multitronic у нас на канале есть подробнейший обзор этой трансмиссии, так что кому интересно, обязательно посмотрите. В первые годы выпуска этот вариатор едва выхаживал 100 тысяч километров. После улучшения его ресурс подрос раза в три. Так вот, покупка Audi A4 B6 с этим вариатором имеет место быть. Если менять в нем масло каждые 60 тысяч километров, как того требует регламент и отказаться от буксирования чего-либо, буксирования в грязи и на снегу, а также от резких стартов, то этот вариатор пройдет и 300 тысяч километров. Также у вариатора могут быть проблемы с блоком управления. Суть та же, что и с блоком ABS. Обрываются тонкие контактные провода. Если это произошло, то появляются ошибки, которые связаны с трансмиссией. Например, по датчику скорости вариатора, либо же ошибки, которые указывают на проблемы с селектором вариатора. В общем, в таком случае надо добраться до блока управления. Несложно. Он находится сзади. Надо снять крышку, которая находится сзади в торце трансмиссии, вынуть из-под нее блок, вскрыть блок и найти оборванный провод. То есть, проблема решается с помощью паяльника. Ну, а те, кто еще не подписан на наш канал, большая просьба подписаться. Это нам очень поможет в продвижении. Ну, сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Кстати, напоминаю вам, что в «АвтоСтронг» есть подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы, подбираем байки с минимальными пробегами и продаем их с полным пакетом документов. Нужен байк обязательно в «МотоСтронг». Ссылочки оставил в описании. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Полноприводный Audi – это ни разу не дорого. В полном приводе Quattro ничего не ломается, разве что приводов здесь в два раза больше и карданный вал. Для собственного успокоения меняйте масло в межколесных дифференциалах и в межосевом дифференциале. Оригинальное масло за литр стоит 75 долларов. На замену надо 5 литров. Есть заменители в 2-3 раза дешевле. И стоит использовать новые пробки для каждого из дифференциалов. Старые пробки использовать не рекомендуем. Но у нас машина переднеприводная, поэтому всего этого добра мы показать вам не можем. Передняя часть шасси A4-B6 в точности повторяет компоновку Audi A6-C5, а также Passat B5. Хотя взаимозаменяемых деталей немного. Особенность этого шасси, то есть такой компоновки – это верхнее расположение рулевой рейки. Такое же расположение досталось и Audi A6-B7. С рулевой рейкой ничего примечательного не происходит. Разве что при больших пробегах нужно ожидать отказа насоса ГУР, особенно если в системе совсем не меняли масло. Также стуки и подтекания – это рядовые неприятности для рулевой рейки. И это всё решается на специализированных мастерских. Впереди на Audi A4-B6 колеса крепятся на поперечных рычагах. В общей сложности спереди 10 шаровых опор и 10 сайлентблоков. Подвеска вот эта оригинальная в свои лучшие годы отхаживала 200 тысяч километров. Сейчас, естественно, на эти машины никто оригинальных деталей не ставит, а лучший не оригинал ходит 50-80 тысяч километров. Поэтому переднюю подвеску приходится перетряхивать примерно раз в год либо чуть больше. Все сайлентблоки передних рычагов детализируются отдельно, а вот шаровые опоры неотделимы от алюминиевых рычагов. Вот этот передний и нижний рычаг по оригиналу стоит 200 долларов, а сайлентблоки по 55 и 30 долларов соответственно дороже сайлентблок, на который опирается амортизационная стойка. Шаровые опоры верхних рычагов удерживаются в поворотном кулаке усилием одного болта, который обычно намертво закисает. Но если механик смекалистый, то он без труда его выкрутит. Верхние рычаги по оригиналу стоят 40 и 60 долларов, соответственно. Их сайлентблоки примерно в районе 50 долларов. Заменители в 2-3 раза дешевле. Сзади у А4Б6 всегда многорычажная подвеска. Моноприводные версии от полноприводных отличаются цапфами. Самый нагруженный здесь сайлентблок – вот этот нижний цапф. Стоимость его 45 долларов, а по неоригиналу всего лишь 10. Вот этот рычаг обычно меняют на неоригинальный, а сайлентблоки верхних рычагов обычно перепрессовывают. Даже по оригиналу эти сайлентблоки стоят всего лишь 20 долларов. Также перепрессовывают сайлентблоки вот этого здоровенного нижнего рычага. «Ниоригинал» стоит по 20 долларов. Audi A4 второго поколения довольно-таки надежная машина. Откровенно неудачных моторов у нее нет. АКПП надежный. Даже вариатор служит долго при бережном отношении, а ремонтируется не так-то дорого. Кузов нормально противостоит коррозии. Но вот алюминиевая подвеска хлипкая, особенно если собрана из не очень качественных заменителей. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк, напишите комментарий. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».